Затем Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию очередную историю. Какой она будет на этот раз? Веселой, серьезной, трогательной или боевой? Не знаю, друзья мои, не знаю. Единственное, в чем я уверена, история будет обязательно доброй. По-другому у нас не бывает. Но это вы и так знаете, не правда ли? А что и как произошло в этой истории, мы сейчас увидим. Потому что история уже начинается. Итак. Жил-был один король. Был он всем слугом, господин. Правда, слуга у него был один. И добрый, и верный, и к труду привычный. Одним словом, слуга отличный. И вот однажды... Ах, вот ты куда спряталась. Ах ты, сука! Идет! Вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе! Держитесь, я иду на помощь! Вот тебе, вот тебе, и ты, молодой чай, молодой чай! Ох ты, молодой чай! Молодец! Ай, ай, ай! Ай, ай, ай! Могу я узнать, за что? Так это ты? Если я не ошибаюсь, ее высочество... Фрау Марта. Ну, а я это, да, я. А я думаю, что ты, это, сообщник, она ужасного типа. Какого типа? Там у вас в потемках предоился. А, я, кажется, понимаю, о ком идет речь. Ай, секундочку, фрау Марта, сейчас я вас познакомлю. Ах! Собственной персоны, я его решил немножко привести в порядок. Понятно. Фрау Марта! Да? А вы к нам с официальным визитом или как? Да нет, так слегка развеяться, повеселиться. То есть что, опять будете поджигать замок? Да, фрау Марта, будете устраивать революции? А? Ты знаешь, у тебя никакой фантазии. Я? О, что-нибудь ясно издумаю. Ох, премного вам благодарен. А где его величество? Его величество вместе с ее высочеством фрау Букельбанд с деревенскими детишками играют в одну очень интеллектуальную игру. Колечко-колечко выйдя на крылечку. Как мило. Да. А прикажете сообщить о вашем приезде? Нет, я хочу отдохнуть с дороги. Так что в Рисе ко мне лучше воды. Сили секунду. Побыстрее. Еще быстрее? Сили секунду, простите. А-а-а! Здорово! Помогите! Там кто-то спрятался! Там кто-то есть! Пошли, что фрау Букельбанд, уверяю вас, там никого нет. Есть, есть! Есть, есть, есть! Есть! Ну, есть всего только он. Ха-ха-ха! А я так испугалась! Я тоже испугалась. А я нет. Ваше величество осмелись напомнить пятый раз за день. А вы опять к нам? Я так рада. Да, решила немного повеселиться. Ага, и каким же образом? А-а-а! Спыраем колечко-колечко выйдя на крылечко. Да! Ну, вы знаете, это немного не для меня. А-а-а, да, действительно, фрау Букельбанд, это несерьезно. Даже представить себе не могу, чтобы я и какое-то там колечко. Ну, тут просто глупости какие-то. Да, фрау Букельбанд? Да как же так? Вы только что и... А-а-а, оставьте, оставьте, фрау Букельбанд. Мы с фрау Букельбанд, люди современные. О! А я, значит, не современные, а играю в дурацкие игры. А ваше величество, вы должны не следить перед фрау Букельбанд. Да? Да. Фрау Букельбанд, простите меня. Прощаю. Да. А нет ли у вас еще каких-нибудь мыслей о том, как можно провести вот здесь время? Я люблю фанты и еще шарады. Да! Фанты и шарады. Не смешите меня. Действительно, фрау Букельбанд, ну что за детские игры такие, просто нелепо. А мне нравится. Может быть, вам и дружить со мной зазорно, раз я такая нелепая и несовременная. Не всем же быть такими умными и современными. Ну что вы, что вы, фрау Букельбанд. Устаревший фасон платья и любовь к глупым играм. И грубоватые монеты, это еще не повод чувствовать себя нелепой. Да, не повод. Фрау Марта, ваше величество. Минуточку. Ваше величество, а почему вы так доводите дружбу со мной, раз я такая, не такая, а? Дружбу? И вы это называете дружбой? Фрау Букельбанд, добрый и верный друг, который не раз приходил на помощь его величеству в трудных жизненных ситуациях. Спасибо. Ну да, приходила. Ну и что из этого? Дружба это... Дружба это не только верность и помощь, это родство душ. Не так ли, ваше величество? Да, это нечто большее. Ах так? Ну знаете ли, если вам не нужна моя дружба, тогда я раскланиваюсь. Ой, прощайте. Фрау Букельбанд, ваше величество, осмелюсь напомнить вам одну мудрость. Старый друг лучше новых двух. А мы с фрау Мартой старинные друзья. Ну, все равно нельзя так поступать с друзьями. Ваше величество, ну что же вы стоите? Бегите, догоните. И может быть, вы сможете еще вымолить прощение. У вас появится прекрасная возможность поиграть в догонялки и куколки, а? Нет, куклы играть точно не собираюсь. Ваше величество, вы принимаете поспешное решение. Ты о куклах? О дружбе, ваше величество. Ваше величество, предлагаю вам пройтись и осмотреться. Неужели два блестящих ума? Блестящих? Это о ком? Ну, о вас. Ну и обо мне. А, ну да. Итак, я повторяю. Неужели два блестящих и современных ума не смогут найти себе достойное занятие? Конечно смогут. Ваше величество, вы обещаете мне, что вы будете разумным, как никогда. И обещайте, что вы не будете ничего поджигать. Само собой. А ты что, мне не доверяешь? Позвольте мне не отвечать на этот вопрос. А ты хитрец. Кто я? Хитрец, хитрец, хитрец. Ваше величество, вы готовы к умопомрачительным развлечениям? Всегда готов. Пойдемте. Пойдемте. Ваше величество, помните об обещании. Да помню, я помню. Ваше величество. Знакомые интонации. А, кто здесь? Ваше величество, вы готовы к себе даже пугало. Ну что ж, будем готовиться. Йод, бинт, свинцовые примочья. Вперед, вперед, нас битва ждет. Сдавайся, враг. Не Женя. Я начинаю нервничать. Вперед. Фрау Багельбан, что случилось? Простите, я опять испугалась этого... Пугало. Да. Фрау Багельбан, я очень рад вас снова видеть. Я ненадолго. Я принесла это, чтобы вернуть эту книгу его величеству. Он здесь написал в знак верной дружбы. Я не хочу хранить ее больше у себя. Фрау Багельбан, я прошу вас, не принимайте близко к сердцу все то, что сказал его величество и фрау Марта. Нет, нет и нет. Это не обсуждается. А, 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 там кто-то есть. Ваше величество, это же пугало. Ну не стой пугаться. Я не испугался. И скотч. Угу, шестой раз за день. Фрау Багельбан. Простите, мне глупый вопрос. А его величество Линдерберг 138 в добром здравии? Здравии, но не очень в добром. Это было похищение века. Похищение? Я заметил в купальне Линдерберга. Он купался, а рядом лежала его одежда. Его величество рассказало, что у них старые счеты. Так, и что было дали? Фрау Марта предложила стыщить его одежду. Мы еще и панталоны его взяли. Но он нас заметил. Это было так забавно, когда он вылезал из реки. И пока он надевал на себя то, что осталось, мы сбежали. Видели бы его лицо. А ну так быть, да. Какой ужас. По тем словом, это было настоящее приключение. Да. И вы так спокойно об этом говорите. Думаю, его величество Линдерберг будет здесь с минуты на минуту. И я уверена. И что? Боюсь, это будет сложно описать словами. Это будет битва. Битва. А вы это серьезно? Вы не знаете Линдерберга. Ваше величество, к сожалению, мне пора. Меня ждут очень срочные дела в моем родном королевстве. Но мне с вами было очень весело. Неужели вы нас уже покидаете? К большому сожалению. Ваше величество, позвольте за вами поухаживать. А вы, постойте, не уезжайте. Может, он еще не приедет. А ты кто такой? Получай! Вот вы где! Прошу вас, не стоит так кричит. Не стоит. Я бы хотел узнать, чья это затея. Или теперь ни у кого не хватит смелости ответить. А у меня хватит. Это была затея его величества, но я была против. К сожалению, у меня не будет времени досмотреть финал этой треки комедии. Всего доброго. А у Фидерзейн нет ему. Прошайте, Ваше величество, с вами как всегда было весело. А у матового. Помогите. Ну, теперь держитесь. Вас любите, прошу вас. Срочь, здоровье. Нет! В правом ухе, вам нет! А я говорю, да! Это вы мне? Да, вам! Прошу вас посторониться! И не подумаю! Вот как? Так, его величество совершил ошибку. Ужасную ошибку. И он раскаивается. Очень. И заслуживает снисхождения. Умоляю, снисхождения? Да. Да я его! Сначала меня. И меня. Да вы в своем уме? В своем. Да и в здравой памяти. Но это для него не оправдание? Нет. Да такой поступок вообще не может быть оправдан. Но его можно простить. Ради меня. И ради меня. Простить я пока не готов. Мне нужно время. Но, Ваше Величество, от расправы вас спасли ваши друзья. Не знаю, зачем вы им. Но считайте, что вы родились в рубашке. А теперь мне лучше уйти. Ауфидер Зейн. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Ваше Величество, Ваше Величество. Ну, мы... Зачем мы пошли на поводу у этой фрау Марты? Ну, я уже думал, что мы друзья. Оказывается, мои настоящие друзья. Это ты и вы, фрау Буккельбанд. Правда? Правда. И ты еще недавно сказал очень мудрую мысль. Старый друг лучше новых двух. Это очень мудрая мысль. А то! Вот такая история, дорогие мои. И что тут скажешь? Старые друзья – это люди, дружба с которыми проверена временем, невзгодами, радостями. Это люди, которым мы привыкли доверять, не опасаясь предательства. И разве можно такими людьми пренебрегать? Ну, конечно, нет. Но это не значит, что новые друзья – это плохо. Ни в коем случае. Дружба – это всегда прекрасно. Просто не надо торопиться всех подряд называть друзьями. Нужно быть осмотрительными и не спешить, чтобы потом не было горьких разочарований. А время само подскажет, кого можно назвать другом, а кого нет. Вот, собственно, и все, что я хотела вам сказать. До новых встреч, дорогие друзья! И храни вас всех Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!